Вашингтон продолжает считать санкционные ограничения действенным орудием своей внешней политики. Однако в России предложили эффективные меры противодействия американским санкциям. О двух таких способах пишет сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Чтобы эффективно противостоять заокеанским санкциям, необходимо введение встречных персональных ограничительных мер. К слову, такого рода шаги уже предприняты Пекином. Буквально на днях Китай ввел санкции против нескольких официальных лиц США и Канады, среди которых глава комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, а также депутат парламента Канады от консервативной партии Майкл Чонг. Подсанкционные ограничения КНР также подпадает под комитет по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады. Если говорить об экономике, то такого рода ограничения будут работать только в том случае, если коснуться масштабных проектов и интересов американского бизнеса в разных частях мира, полагает сенатор. Еще одна предлагаемая Пушковым мера касается противодействия дипломатическим инициативам Белого дома, блокируя их на разных международных площадках. Таким образом, полагает сенатор, США будут лишены монополии на формирование международной повестки.